ДИСКАВЕР КФУ Казань под воздействием циклона. Почему выпало столько осадков? Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Российского союза ректоров. Встречу в Москве провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Участники обсудили национальный проект образования. К другим новостям. КФУ и Российский институт радионавигации времени расширяют сотрудничество. Речь идет о подготовке кадров для института и трудоустройства выпускников КФУ на предприятии, а также реализации совместных проектов, в том числе и системы единого времени. Подробнее в следующем сюжете. 18 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит Российского института радионавигации времени. Данный институт сегодня является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения России, а также системы ГЛОНАСС. На базе уже наработанных систем и дальней навигации и навигационных систем, которые разрабатывал институт, институт пошел в космос. И на сегодняшний день система синхронизации системы единого времени в ГЛОНАССе, именно сердце самого ГЛОНАССа, это разработка института, систему синхронизации разрабатывает институт. В ходе сотрудничества планируется совместное участие в конкурсах Министерства образования и науки, Российской Федерации, Фонда «Сколково» в сферах автономного движения автомобилей и технологий вождения магистральных автопроездов. Наша организация совместно с КАМАЗом организует консорциум научно-инженерного, технического и образовательного сотрудничества. Это означает, что взаимоотношения между нашими предприятиями происходят по упрощенному режиму, что можем совместно участвовать в различных договорах, грантах, совместно обращаться в органы федерального и регионального правительства и участвовать и разрабатывать вообще какие-либо инициативные научно-исследовательные разработки. В этот же день стоялся визит Российского института радионавигации и времени в Инженерный институт Казанского федерального университета. Участникам делегации были продемонстрированы профильные работы университета, а также продемонстрирован учебно-технологический центр Ростях КФУ, работу которого курируют ученые Института физики Казанского университета. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Смена лагеря английского языка Казанского федерального университета подошла к концу. Что ожидало участников за время смены, вы узнаете в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете закончилась летняя смена лагеря английского языка «Дискавер КФУ». В лагерь приезжают старшеклассники из разных регионов России, а также других стран. Мы приглашаем ребят старшеклассников для того, чтобы они подтянули свой английский и для того, чтобы они еще раз убедились в том, что их выбор будущей специализации, будущей профессии правильный. Либо задумались о том, что в университете достаточно много разных интересных направлений. Некоторые из них задумываются после нашего лагеря, насколько стоит им поступать в тот или иной институт. То есть у них появляется выбор после посещения нашего университета, после посещения этого лагеря. Лагерь нацелены не только на изучение английского, но и на знакомство и погружение в университетскую жизнь. Поэтому после утреннего обучения языку ребята отправляются на экскурсии. За время смены участники лагеря посетили множество подразделений и объектов Казанского федерального университета. Среди них зоологический музей имени Эверсмана, музей Лобачевского, Планетарий, Институт международных отношений, Институт фундаментальной медицины и биологии и Инженерный институт. В вечернее время участники встречались с успешными выпускниками Казанского федерального университета. В рамках лагеря также состоялся флешмоб, к которому ребята готовились всю смену. Мы подготовились к флешмобу, который будет во всем мире в ноябре, когда в каждом городе ребята выходят и танцуют. И этот танец посвящен, так скажем, добру, каким-то добрым делам, помощи, взаимопомощи. И на этом фоне мы решили ребят сплотить и всю смену посвятить тому, чтобы они больше внимания обращали на своих друзей, близких. Итоговой работой в лагере стал проект «Мой идеальный университет». Участники представили свои рисунки с изображением своего университета мечты. Артем Типичкин, Ленардо Валетеров, Универньюз. Медики университетской клиники Казань выявляют хромосомные аномалии у еще не родившихся детей. О целях и подробностях процедуры расскажет Аделя Шамилова. Взяв ответственность за новую жизнь, каждым будущим родителям необходимо осознать всю серьезность предстоящих изменений, как моральных, так и физических. Чтобы беременность спонтанно не прервалась, подойти к ней нужно в полной готовности. Одной из частых причин неразвивающейся беременности, а также множественных пороков развития у плода, являются хромосомные аномалии. Стоит принять к сведению, что цитогенетические исследования для выявления отклонений развития будущего малыша уже начали проводить в университетской клинике Казань. Современная медицина предлагает будущим родителям не только узнать пол ребенка и увидеть его черты лица, но и заранее определить, какие болезни ожидают малыша в будущем. Помогает в этом цитогенетическое исследование. Направление цитогенетики – это новое направление для медико-санитарной части КФУ. Современные технологии существенно облегчили эту методику, потому что сбор изображений хромосом производится теперь роботом в автоматическом режиме. А врач-лабораторный цитогенетик анализирует уже архивные данные, то есть микрофотографии, которые робот записал автоматически. Цитогенетическое исследование рекомендовано родителям, столкнувшимся с проблемой зачатия. Оно поможет выявить причины бесплодия или невынашивания. Процедуру цитогенетических исследований назначают также беременным женщинам, оказавшимся в группе риска по высокой вероятности рождения ребенка с другими генетическими заболеваниями, а также парам, планирующим беременность в зрелом возрасте – от 35 лет. Внутриутробное цитогенетическое исследование плода назначается врачом-генетиком после консультации супружеской пары и оценки возможных рисков развития аномалий. Когда назначается пренатальная инвазивная диагностика? При возрасте женщины старше 35 лет, если имеются биохимические или ультразвуковые признаки патологии беременности, если в прошлом в семье родился ребенок с множественными пороками развития или если были спонтанные аборты. Получить консультацию врача-генетика с последующим цитогенетическим исследованием можно по рекомендации врача акушерско-гинекологического профиля, врача-гематолога, врача-уролога, также обратившись напрямую к врачу-генетику университетской клиники КФО. Противный процедурный курс цитогенетического исследования позволяет многим супружеским парам, имеющим дефектные рецессивные гены, родить здоровых детей. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверньюс. Лента новостей в социальных сетях пополнилась фотографиями дождливой Казани, в связи с чем выпало столько осадков и как долго продержится такая погода. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с экспертом Казанского федерального университета и узнала, чего стоит ждать жителям Казани. Весь июль казанцы спасались как могли. Изнурительную жару и палящее солнце многие переносят сложно. Ждали дождя, как говорится, получите, распишитесь. До конца этой недели жители ожидают дожди. И хотя прогноз показывает плюс 24, плюс 26, планируются обильные осадки. Мы находимся под воздействием глубокого циклона Ширмова, который почти неподвижен. Этот циклон сместился с юга. На юге он натворил много бед. Он залил Волгоград, Ростов и так далее, Краснодар. И сейчас вот эта фронтальная система, она близи нас находится. И завтра сейчас нас будет проходить. Здесь будут ливни, грозы, опять-таки обильные осадки. В июле осадков практически не было. Случилась аномалия тепла. Благодаря этому циклону удастся восполнить больше половины месячной нормы осадков. Ведь только за эти два дня обильных дождей выпала уже одна треть осадков от общей нормы. Достаточно давно не помню такой ситуации, чтобы циклон стоял на месте. Стоял на месте и постоянно лил дождями. Из-за того, что у нас создалась блокирующая обстановка. Надо ждать, чтобы он выдохнулся. Дело в том, что он достаточно неподвижный. У него нет скорости. Он занимает большую площадь, вот с таким фронтальной. Дальше его не пускает вот этот склон. На следующей неделе мы будем находиться под давлением скандинавского антициклона. Дожди прекратятся и до конца июля будет держаться жаркая погода чуть выше нормы. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова